здравствуйте здравствуйте мои дорогие друзья рада вас приветствовать на своем канале меня зовут софия я очень порозависимый человек приветствую всех вас новых подписчиков старых подписчиков и друзья напоминаю вам пожалуйста очень будет мне приятно если вы поставите лайк этому видео подпишитесь 30 процентов вас смотрит меня без подписки подписывайтесь и друзья жду вас в комментариях давайте общаться мне всегда очень приятно то что вы пишете вы не всегда приятно что вы в принципе пишите знаете я всем всем отвечаю приступим приступим сегодня буду говорить о тех парфюмах с которыми знакомилась все эти парфюмы мне прислали мои парфюмерные друзья и им огромное спасибо юлия жарик тебе спасибо бесконечно и маргарита разбираю до сих пор невероятную посылку маргариты буду говорить о парфюмах буду говорить об эмоциях буду делиться своими мыслями ну и сделаем условную рубрику куплю не куплю а но друзья мы понимаем что это правда условности иногда тебе кажется что ты непременно 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 должен купить какой-то парфюм но условно и даешь себе маленький зарок вот сношу отливант и тогда сразу бегом помчусь полечу на крыльях и куплю флакон но дальше вот эти мысли разбиваются о реальность либо ты никак не можешь сносить этот отливант ну никак на рука не тянется настроение нет и ты в раздумьях либо ты видишь сцену и понимаю что спасибо нет спасибо нет мы пойдем дальше поэтому пусть все равно это будет некая наша игра некая наша условность куплю не куплю начнем с марки флорайку я слышала о флорайке я видела какие-то парфюмерные обзоры но про марку глобально не от ничего не знаю но знаю что это а дорого и б это очень красивые флаконы давайте разбираться я нарезала даже блаттеры и сейчас параллельно буду рассказывать о двух парфюмах потому что я их разношивала параллельно так бывает вы знаете мы любим на себя нанести 55 парфюмов хотя специалисты не одобряют так это что я нанесла то что я нанесла собственно сейчас мы разберемся еще сейчас мы разберемся так правой руке сникерс или в руке марс друзья поехали и dream of paris флорайку для мужчин и женщин для мужчин женщин я уже запутался для мужчин и женщин древесные красный апельсин мандарин яблоко роза слива физальс дайте сюда вот пирамиду буду помещать давана витивер кожа ладан пачули гваяк и мир вот я это все на себя нанесла и на меня обрушилась симфония включили симфоническую музыку много нот сложные какие-то переливы стала прислушиваться а на вторую руку нанесла бетвин для мужчин и женщин должен ниша принадлежит группе цитрусовые фужерные и где-то где-то на белом свете там где всегда мороз на фрагрантике добрые люди написали полную пирамиду ароматические травы грейпфрут перец лаванда чай матэ кедр кожа гваяк мускус ваниль пачули бобы тонко и ветивер и вот значит я вот в этой симфонической музыки и на одной руке и на второй руке некоторое время существовало потом как-то меня события некоторые отвлекли от этих парфюмов и в общем тема осталась не раскрытой извините за каламбур и я пришила все-таки повторно сделать за тест этих парфюмов и вот я вам что скажу друзья во первых какие бы они не были разные я услышала то что называется красивым и возможно антинаучным таким антинаучной метафорой днк бренда за все равно я поняла что это родственники в некотором смысле сделаю сразу оговорку на моей коже не были похожие парфюмы но там было не что что в хорошем смысле раздражало мои рецепторы и что доводило на мысль что это все-таки вот одна марка а теперь давайте поговорим конкретно о парфюмах я вам сейчас скажу страшную вещь я с блотеров их не сильно различаю на коже абсолютно разные парфюмы с блотеров не различаю давайте так сразу вручу но каким-то людям такие как сказать преференции для обвинения жуана там говорит господи она не различает эти парфюмы с блотеров и двумов парис значит мечта парижа i dream i dream я мечтаю париж скажу так на мне это кожаный парфюм который меня отсылает к марки мимо вы знаете что у меня был за тест марки мимо я делал обзор на весь арома бокс посвященный мимо из всего арома бокса мне страстно захотелось только итальянскую кожу которую меня теперь ура есть вот остальные кожи они все прекрасные они все замечательные но в моей голове они как-то знаете вот ну опять же пусть это будет не фича а бак они в моей голове как-то ну заняли определенную позицию но я поняла что я не хочу заниматься дальше расследование а вот это ирландская а вот это такая а это сика и африканская повторюсь они все хорошие они все замечательные как-то вот они у меня там на какой-то одной полочке находятся и вот этот вот мечта по парижу я мечтаю о париже для меня плюс минус вот туда же на эту же полку и это глубокая кожаная такая история интересная чуть кислая довольно громко звучащая очень стойкая для меня там не появилась розы вообще для меня там нет вот это ноты сердца кстати вот они вообще на мне не появились ни розы не сливы не физалиса там пожалуй кожа там ладан там пачули очень хорошо мне слышно иглояками там хорошо слышно в общем как-то вот красивая такая база и я бы сказала что слушая этот парфюм я бы его отнесла ну вот скорее там или я бы поставил на мужскую полку и иногда так сказать мужской полки парфюм снимать это не моя история мне такого не хочется хотя при этом я понимаю что ответ сливам там скорее всего я не буду расставаться может быть может быть другую погоду а может быть летом на приноски розы то выйдет розы выйдет сегодня если вы вместе с ней а теперь внимание битвин тут фриз между двумя значит деревьями это для меня стопроцентный нет даже не стопроцентный 200 300 500 процентный аромат помидорной ботвы все все она прекрасная это не просто вот веточка помидорная это не просто кустик помидорный это кто-то услышал что ой вот эти вот любители ниши любят запах помидорной ботвы соните сюда здесь вот примерно за 200 килограмм или тонна помидорной ботвы пожалуйста наслаждайся это очень красивая помидорная ботва на моей коже больше ничего не появилось это очень громкая помидорная ботва ты видишь каждую видишь все до мельчайших подробностей ты видишь все волокна которые есть в этой помидорной ботве ты видишь или эти листики вот эти вот чуть-чуть шершавые листики томатов но и все ну и все а я спрашиваю вас а где там например грейпфрут а где там например в чай матэ а где там например ваниль и пачули и бобы тонко а с другой стороны да я кстати посмотрела про помидорную ботву никто не пишет с другой стороны может быть так и было задумано может быть это так и хорошо так и правильно что ты не слышишь отдельных нот а у тебя тут тебе подвезли целую тонну помидорной ботвы вот этой самой за которой многие гоняются а тебе просто взяли и или положили вот и это странно это так странно что опять же а я бы сказала что я этот оплевант придержу и может быть летом как раз это помидорная ботва будет кстати потому что сейчас сейчас но нет настроения нет этих вайбов я хотела бы сейчас пахнуть помидорной ботвой а летом вполне возможно что мне этого захочется и там два варианта я буду чувствовать помидорную ботву и это неплохо для лето это прекрасно либо я почувствую все-таки чай матэ и пачули и бобы тонко это тоже будет неплохо пока я в общем я в растерянности я понимаю при этом что может быть это моя индивидуальная история история индивидуальная какая-то реакция на эту марку то что ну не знаю я не знаю я почитала отзывы на фрагратики я не расстроилась конечно от того что мое ощущение парфюмов не совпало ни с кем вообще вообще просто ни с кем но при этом это забавно это забавно и да и еще вот что пока парфюм усаживается я мозгом то понимаю что это один парфюм а это второй парфюм но все равно является какая-то мысль что вот я уже говорила да что они там условные днк похожи что все равно это для меня примерно про одно и то же вроде разное вроде один такой как у вас рассказывать ну но я понимаю что с этой маркой мне надо быть очень осторожным а следующая марка и это у нас а почему а почему и грива я даже пошла на фрагратику читать что за марка написали там в общем все в порядке что-то экспериментальное с хорошими интересными парфюмерами марка одна оттач муа айси 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 а вторая оттач муа 55 будем сейчас разбираться здесь тоже не обошлось без некоторого удивления для меня удивление пожалуй приятного в любом случае в любом случае я рада что познакомилась с этой маркой айси 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 пирамиду вы здесь вот увидите из страницы что следует специи 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 цветы и цветы и цветы и цветы и есть ваниль есть дубовый мух есть кедр и сладу такое все серьезное все такое значит заявка на победу наношу на правую руку 55 мандарин кардамон кардамон мирабель осман тут шасмин ирис ветивер амбром и и вот на 55 я сначала напряглась потому что я сделала два пшика и я не услышал я сделала еще два пшика я услышал и сильно задуматься у меня нет ковида с остальными парфюмами все в порядке я задумалась потому что я поняла что вот этот а то чмо а это какая-то особая отдельная история и сравнивать допустим с флора и и сравнивать с флорайку этот парфюм или эту марку это направление вообще никак нельзя потому что флорайку при всех тех нюансах о которых я говорила это было очень громко это было очень напористо это было бесконечно стойко то есть я 12 часов уверены эти парфюмы себя слышала а вот а то чмо я вам опишу вот как а то чмо айсяй который я условно 1 это парфюм про деликатные специи про деликатную древесную базу и это уникальный прекрасный парфюм на каждый день в тех ситуациях когда человеку нельзя пахнуть громко ярко вызывающе это такой парфюмерный кэжуал и второй парфюм мне помог в определении того на ком бы я например вот этот парфюм хотела видеть вот этот вот 55 мне понравился больше хотя его слышала себя не так отчетливо этот 55 практически мгновенно ушел в уходовость в очень нежное звучание какое-то кремовое звучание парфюм очень сложно мне разделить на ноты ну то есть я понимаю что там ирис есть там вот как это пудровость асман тусовая есть все прекрасно мирабель там нет не нашла это не важно для кого вот этот парфюм какая картинка рисуется для меня вот когда я эти парфюмы на себе чувствую их пытаюсь сравнить их пытаюсь примерить к себе к своей жизни каким-то жизненным ситуациям вот что 55 идеальное звучание для женщины доктор я понимаю что доктора могут пахнуть как угодно да слушайте никаких претензий но если мы рисуем какую-то стереотипную очень условную картинку при которой женщина доктор не хочет никаким образом подчеркнуть какие-то гендерные характеристики какие-то не знаю там как какую-то игривость какую-то страстность какое-то что-то не хочет звучать сладко громко отчетливо так 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 очень много условий выставляется как не надо звучать при этом хочется звучать красиво при этом хочется звучать все-таки уникально вот вот я думаю что если да даже если это будет ни один не два и не там условно не три пшика никто не обратит внимание на то что это духи просто подумают что как приятно от вас пахнут пахнет может быть даже найти сейчас не дай бог скажу еще ароматом чистоты вы помните да что я медленно но верно иду к легендом к ароматом чистоты вот это про это а это может быть ощущение человека женщина которая только что вышла из душа и воспользовалась каким-то кремом очень красиво а вот этот вот осяй так может пахнуть мужчина доктор которая опять же не хочет подчеркивать каких-то особенностей не хочет делать акцент на своем запахе при этом хочет чувствовать себя красивый запах а дальше уже вопрос решается дозировками да то есть только я слышу или в радиусе вытянуты руки с меня слышит этот парфюм вот это решение вопроса проблемы тут нет проблемы в решении вопроса с выбором парфюма на каждый день в ситуации где есть определенные требования к запахам дресс-кода и все вот это мне кажется мне кажется вот эта проблема могла бы быть решена вот этими парфюмами это не значит что мужчине нельзя 55 а женщине нельзя айси ай все можно все можно можно ли не на работу да конечно господи не на работу вообще все можно можно вообще парфюмами не пользоваться беды никакой нет в общем это очень интересно и пожалуй пожалуй я еще поэкспериментирую с этими парфюмами в общем тоже пока оставлю отношения на паузу если играть в игру куплю не куплю то нет я не буду покупать эти парфюмы но они меня заинтересовали и флорайку и соответственно вот этот вот а то чем мы с вами двигаемся дальше и дальше у нас по плану идет ксержов ксержов друзья овердос акценту 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 овердос история такая вот этот отливант он лежал все флакончики здесь размещу этот отливант лежал в коробочке с другими отливантами и в этой коробочке пахло очень красиво и я хотел именно вот тот запах который был в коробочке и долго не могла понять откуда так пахнет какой отливант конкретно пахнет вот так я подносила к носу все 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 отливанты мне ничем таким не пахло но я подумала что окей буду пробовать все подряд и в какой-то как какой-то будет тот самый с каким-то из них мне повезет и вот схватила на работу этот овердос нанесла на себя написала об этом друзья в телеграм-канале приходите в телеграм-канал не выход но вариант там практически всегда есть парфюм дня но если я не прогуливаю либо я иногда специально не указываю парфюм дня потому что я что-то разнашиваю секретненькое такое да потом вам рассказывать вот а и там еще отчеты по собакам и кошкам все все выкладываю видео фотографии все 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 там есть на боксе друзьям все все ссылки вот отчиталась о том что нанесла на себя этот овердос и мне запахло грибами и так я поехала на работу запахло мне грибочками по моему маслята чего где там вот эти маслята нашлись я не понимаю фруктовые ноты зеленые ноты да в комментариях в комментариях к фрагрантики к этому парфюму уточнили верхние ноты фруктовые зеленые ноты потом ноты сердца кедр и эвкалипты потом в базе екипийский шесмин болгарская роза и ланды чем нанесла я на себя этот парфюм ну вот там что-то что-то зеленое и грибы было ощущение что я пошла в лес и там еще грибов набрала и мы даже уже начали эти грибы грибочки готовить это было странно это было красиво и странно потому что ну как я грибочкам была не готова я грибочки это люблю но грибочками пахнуть ну нет ну я понимаю что я опять же прочитал фрагрантику думаю так у кого грибочки были по моему грибочки нет никому не появились ни до кого не дошли и я понимаю что это вот мой мозг нарисовал такую картинку по совокупности каких-то ну соединил одно с другим и честно говоря это меня не смущало у меня это даже веселило в некоторой степени в эту часть дороги и ехала и чувствовал себя вот эти маслята окей окей и понимал и понимала что маслята там не заявлены и прошло ну где-то руки 35-40 минут какие-то ноты появлялись исчезали появлялись исчезали какие-то волны такие а потом друзья вдруг через какое-то время я услышала себя вот тут самый запах который был в коробочке все очевидно парфюм разогрелся улегся на коже и я услышал я не могла себе даже представить какие-то ноты что я себя слышу это удивительно что не заявлен нигде мускус это был красивейший супер шлейфовый супер стойкий супер нежный и при этом при этом слышим и мускусный парфюм очень нежный с умеренной сладостью и дальше я была в шоке от вот этой красоты от неожиданного поворота значит от маслят к необъяснимому на самом деле мне очень сложно сказать что я себя слышала точно не могу разложить вот это мама туда еще один такой случай когда это был таким бредом притянутым за уши что я там слышу уже не было там никакого уже смен это было просто очень красиво очень стойко и я до вечера была вот в этом каком-то мускусном взбитым чуть сладком и играющим при этом это не монотонно что ты уже надоедаешь ты уже понимаешь что хорошо спасибо я все поняла давайте что что-нибудь другое нет там были какие-то переливы но они были необъяснимы они не не складывались в какие-то формулировки это прекрасно у меня еще целый отливант и исходя из того что парфюм на самом деле стойкий парфюм на самом деле слышим и и сильно плеваться не нужно этот парфюм у меня был только на руках да то есть не все удостаиваются право попасть куда-то на волосы и с незнакомыми парфюмами как правило не рискую только запястья были задействованы этого было достаточно друзья поэтому нет я не куплю но просто потому что он у меня есть горит спасибо огромное я очень рада я очень рада что я познакомилась и я теперь понимаю что я в другую погоду тоже попробую мне интересен этот кейс грибной что это такое может быть это ландыш может быть это ландыш так грибочками дает друзья у кого были грибы рассказывайте в общем такая такая раинственная история так следующий парфюм он почти последний это тоже из посылочки маргариты и это виканта виканта рицина правильно рицин или рицина ой как это хорошо тут немного но тут немного но очень интересно написано на сайте рандеву об этом парфюме ссылочки все в инфобоксе будут это конечно паула теренцо наш дорогой один из непреизойденных ароматов уникальной коллекции бренда посвященный самым смертоносным ядом которые ассоциируются с драматизмом месте неверной любви отравленных вин и безжалостной страсти спит поля и спепеляющий все вокруг о боже мой а это крицина бергамот персик масло апельсина слива пион цветок апельсина и из жасмин дубовый мог у сандал пачули про ноты сказала суть парфюма этот список не отображает потому что ровно такие же ноты могут быть в абсолютно другом а скажу я вам так для меня это самый яркий пожалуй парфюм который я слышала вообще когда бы то ни было для меня это один из самых громких парфюмов которые когда-либо на себя наносила и для меня это один из самых стойких парфюмов реально я эту ритмой нанесла на себя когда ехал по моему на работу я ездила на запястье шик шик ну и взяла с собой а сколько я подумал о том что ну господи ну потом нанесу иногда беру с собой от ливанды и в пробке даже где-то на светофоре в пробке достаточно есть времени чтобы донанести парфюм мне ни разу не пришло в голову добавить еще хотя бы один шик потому что до вечера я не знаю что там парояды для меня это супер весело это супер яркий супер жизнерадостный супер знаете вот витальный парфюм это парфюм про что-то что побеждает смерть про что-то что побеждает время невероятный просто невероятный он наверное про феминность но знаете про такую очень яркую феминность для меня это олицетворение какой-то итальянской красивый взрослый очень сексуальной женщины вот я бы конечно очень хотела этот парфюм себе да 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 он нам не раскрывается красиво он поднимает мне настроение цена конечно очень очень негуманная это это правда я понимаю что вот этого количества мне при том количестве парфюмов которые у меня есть достаточно пока я понимаю что я попадаю время от времени в ситуации когда мне хочется нанести этот парфюм и на самом деле я бы его носила чаще мне его хочется наносить но меня иногда пугает его напор да кстати сравнивают господи с чем я напишу с чем сравнивают я не со всеми парфюмами знакома не писала нет есть на нем сам ничего я не все со всеми парфюмами знакомы с которыми сравнивают этот парфюм но я понимаю что для меня он уникален для меня он прекрасен по крайней мере в моей коллекции такого нет ничего я его побаиваюсь потому что я понимаю что вот он не оставляет он не оставляет никаких альтернатив он один и он единственный и если мы условно это нанесешь этот парфюм на себя но так вот в полном объеме это будут волосы это надежду что-то попадет то в ближайшее время ты не воспользуешься больше ничем и сейчас я скажу вам парадоксальную вещь я думаю что уже вышло видео где была распаковка где я показывала аккинсон с калифорниям папе вот он парфюм яркий парфюм весенний парфюм с одной стороны про холодную воду в вазе с цветами и это серий какая-то в букете есть а с другой стороны это ярко солнечно солнечные какие-то поля которых растут цветы я сейчас скажу вещь в которой вы можете не согласиться для меня калифорниям папе немного своим настроением своей яркостью своей такой вот солнечной направленностью похож на рецину похоже парфюмы не одинаковые но есть в них что-то что их для меня роднит а поэтому пока пока по совокупности всех причин и запредельная стойкость и запредельная яркость и запредельная цена и сходство с вот этим парфюмом а кори цена а может быть она совсем не появится но сердечко забилось это правда я понимаю что ну как вот и если появляется флакон рецены он же не оставит он заставит выселить половину шкафа наверное не знаю как у вас но либо это будет стоять это очень обидно короче это это очень да и почему я почему я еще хотел сравнить эти два парфюма вот давайте представим себе какую-то киношную сценку допустим молодой человек знакомится с девушкой она прекрасно она очень веселая такая солнечная задорная такая вся 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 такая летящая и молодой человек решает сделать предложение жениться и все 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 любовь на всю жизнь и он знакомится с семьей этой девушки а это например такая семья где много родственников там тети дяди и так далее вот он видит тетю тетю очень красивую яркую громкую которая заполнила все пространство громче всех разговаривает смеется шутит и который говорит этому молодому человеку так немножко в шоке и она говорит как она на меня похоже вот я была такая же в молодости а сейчас я вот видишь так вот и он такой думает ой ой да и понимает что пройдет 20 лет это будет вот это вот нас вот поэтому поэтому 20 лет я не ждать не могу но короче говоря друзья и не знаю получилось ли сыграть в игру куплю не куплю по факту пока ничего не куплю но все знакомства были очень интересные все было как то непросто для меня но это прекрасно и мне очень нравится знакомиться с чем-то новым совершенно для меня незнаком поэтому здесь вы решите меня познакомить с какими-то парфюмами слепой за тест не слепой за то есть я буду очень рада правда я всех благодарю за внимание я всегда вам благодарна за комментарии за поддержку за лайки за подписки очень много пришло новых подписчиков добро пожаловать правда вам рада продолжение следует друзья я вас попрошу берегите пожалуйста весна наступила как же прекрасно сына не